Успенский пост – один из самых поздних постов. Связано это с тем, что сам праздник Успения при Святой Богородице начал формироваться лишь в V веке. Успенский пост похож на великий строгость у пищевого воздержания. В течение двух недель верующие исключают из своего рациона мясо и молочные продукты. Рыбу, согласно уставу, можно поставить на стол лишь в праздник преображения Господня. Главный смысл Успенского поста – подготовка к воспоминанию Успения Девы Марии. Некоторые думают, что вот, там что-то не есть, это самое главное. Оказывается, нет. Оказывается, самое главное – это измениться в лучшую сторону. То есть работать над собой, над своими грехами, своими недостатками и стараться, как говорят святые отцы, обновиться. То есть стать лучше, чище, радостнее, милосерднее. Пищевые ограничения – лишь помощь в том, чтобы сосредоточиться на духовном. Пост – хорошее время для того, чтобы поразмышлять над своей жизнью, осознать свои слабости, начать избавляться от греховных дел и вместо них приобретать добродетели. По словам священника, укрепить христиан на пути поста помогает обращение к Богу, таинство церкви. Таинство покаяния и причащения святых христовых тайн дает нам возможность измениться, дает нам возможность стать лучше, как об этом мы просим в молитве. Господи, помоги мне очиститься от грехов моих и стать ближе к Тебе. Поэтому здесь вот эти средства, они помогают человеку стать более близким к Богу. Начался Успенский пост с праздника изнесения честных древ Креста Господня. В народе он известен больше под названием Медового Спаса. Преображение Господней называют Яблочным Спасом, а праздник нерукотворного образа Спасителя – Хлебным или Ореховым. Раньше, когда люди в основном трудились на земле, им хотелось отблагодарить Бога за урожай. И такая благодарность проявлялась в храмовом освящении плодов. Отсюда и народные названия праздников. Но не стоит упускать из вида истинное значение и смысл важных церковных дат. Что касается преображения, там прежде всего мы видим, что Господь показал свою божественную сущность своим ученикам. И вот они еще до какой-то степени там где-то сомневались, где-то колебались. Для того, чтобы укрепить их в вере и в дальнейшем служении, Господь показал им божественную сущность. Вот нам тоже Господь показывает себя через святые тайны. И вот это единение с Богом – это такое определение о Божине, то есть единение со Христом. Праздник преображения Господня относится к числу двенудесятых, то есть важнейших после Пасхи праздников в Православной Церкви. Его православные христиане отметят 19 августа. А пост закончится праздником Успения при Святой Богородице 28 августа. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.